Аким область Абай Нурлан Уранхаев провел отчетную встречу с жителями Бесхарагайского района. Он ознакомил местных жителей с ходом социально-экономического развития региона в текущем полугодии и поделился дальнейшими планами. Подробнее в сюжете. В первом полугодии для жителей области в эксплуатацию было введено более 130 тысяч квадратных метров жилья. Жителям Бесхарагая сдано более 2000 квадратных метров жилья. На ремонт дорог в районе выделили 340 миллионов тенге. Кроме того, средним ремонтом будут охвачены дороги, ведущие к трем селам. Это Уендерес, Жаланды и Карабас. На встрече Аким отдельно остановился на вопросах агропромышленного комплекса и туризма. Район имеет высокий потенциал в развитии лечебно-оздоровительного туризма и в этом направлении необходима системная работа. В промышленности области объем произведенной продукции составил более 670 миллиардов тенге. И из этой суммы 870 миллионов тенге будут направлены Бесхарагайский район. На общую сумму 1,4 миллиарда тенге реализуем 44 инвестиционных проекта. За счет них будет создано практически 8 тысяч рабочих мест. В ходе встречи Аким Бесхарагайского района рассказал о проведенной работе за первые полугодия и остановился на работе отдельных сфер. Также он рассказал о путях решения проблем, возникающих в районе. Сегодня в районе прошла отчетная встреча. Присутствовало 2745 человек. На сегодняшней встрече мы остановились на показателях нашего района за 6 месяцев текущего года. Расскажу про сельское хозяйство. В районе функционируют две молочно-товарные фермы с общим количеством крупного рогатого скота в тысячу голов. Балкешское крестьянское хозяйство имеет 400 голов и крестьянское хозяйство Калиханула 600 голов. Местные жители задали ряд вопросов, касающихся развития района. В том числе были и проблемы дорог. Аким отметил, что в ближайшее время ремонт дорог будет проведен. Невозможно ездить по этим дорогам. Если мы с Долоней едем до Бескарагая, это вообще невыносимая дорога. В этом году ямочный жемен будет проведен. Это районная дорога Бескарагая-Долонья. Я по поводу дорог в Селе-Долонья. У нас строили водопровод, все это перерыли, так и осталось. Хотя говорили, водопровод построят, после этого проложат дорогу. Раньше в год, по секунду, на расчет можно было делать. Сейчас обязательно экспертизу. Деньги выделены. На следующий год, ну, помнишь, в планах есть его сделать дорогу хотя бы. По любой программе, республиканские, областные районы мы это будем делать. Работа начнет весь. После встречи Аким провел личный прием жителей района и ответил на их вопросы. Также глава области посетил строящиеся объекты Бескарагайского района, а также те объекты, где идет ремонт. В частности, ознакомился со строительством новых домов в селе Кананерка, ремонтными работами в детских садах и состоянием новой школы в селе Жиланды. Глава области поручил Акиму района продолжить работу по повышению благосостояния населения и улучшению качества жизни.